здравствуйте сегодня мы изучаем тему полимеры полимеры еще называют высокомолекулярными соединениями сегодня мы рассмотрим основные природные синтетические полимеры способы получения полимеров основные понятия химии полимеров и приведем примеры к пластмассам и волокна природные синтетические полимеры полимеры это соединение без которых человек уже не может обойтись с этими соединениями знакомы все от самых маленьких до пожилых от домохозяек до специалистов многих отрасли промышленности так что же такое полимеры полимеры это высокомолекулярные соединения состоящие из множества одинаковых структурных звеньев классификация полимеров по происхождению бывают природные полимеры к ним относятся натуральный каучук полисахариды белки нуклеиновые кислоты синтетические полимеры к ним относятся синтетический каучук полиэтилен полипропилен поливинилхлорид поли тетра фтор этилен искусственные полимеры это модифицированные химическим путем природные или синтетические полимеры по составу основной цепи полимеры бывают органические полимеры к ним относятся полиэтилен полипропилен поле тетра фтор этилен поле винил хлорид поле бутадиен неорганические полимеры к ним относятся пластическая сера силикаты углеродные нанотрубки и элементы органические полимеры к ним относятся кремния органические полимеры. Их еще называют силиконами. По форме макромолекул полимеры бывают линейные полимеры. Это целлюлоза, полиэтилен, полив, винил, хлорид. Разветвленные полимеры. Часть молекул крахмала относятся к разветвленным полимерам. И пространственные, это трехмерные полимеры. К ним относится фенолформальдегидная смола. По способу получения полимера бывают полимеризационные полимеры. Получают их в результате реакции полимеризации, когда в результате превращения мономера в полимер не выделяются никакие побочные вещества. Поликонденсационные полимеры получают в результате реакции поликонденсации, когда в результате превращения мономера в полимер образуются побочные низкомолекулярные вещества чаще всего это низкомолекулярные или побочные продукты это вода галлогены аммиак по отношению к нагреванию бывают термопластичные полимеры это полимеры например полиэтилен полипропилен который при нагревании размещаются и можно придать заданную форму которая сохраняется по при охлаждении термореактивные полимеры это полимеры например фенолформальдегидные смолы которые при нагревании не размягчаются а напротив приобретает прочность и твердость давайте остановимся на основных понятиях химии полимеров макро молекула от греческого слова макрос означает большой длинный моно мер в составе полимеров это исходное вещество для получения полимеров полимер много мер это структурное звено поле означает как мы уже знаем макро молекулы большой длинный много структурное звено многократно повторяющиеся в макро молекулы группа атомов и следующее понятие это степень полимеризация обозначается буквой n число структурных звеньев в макро молекуле общая формула получения полимеров nx и в скобки здесь мы видим что x является мономером поэтому образуются химические связи за счет разрыва тех химических связей в составе мономера и за скобку указываем n значит по формуле x это мономер а в скобки x с двумя химическими простыми связями это структурное звено полимера n это степень полимеризации а формуле в правой части x в скобки n это макро молекулы полимеров и так в зависимости от строения основной цепи полимеры имеют разные структуры линейную например полиэтилен разветвленную например это крахмал и пространственную например это вторичная или третичная структура белков структуру белков бывает как мы знаем уже линейная разветвленная и пространственная здесь вы видите различные формы структуры полимеров пластмассы и волокна обычно полимеры редко используют в чистом виде как правило из них получает полимерные материалы числу последних относятся пластмассы и волокна пластмасса это материал в котором связывающим компонентом служит полимер остальные составные части наполнители пластификаторы красители противоокислители и другие вещества особая роль отводится наполнителям которые добавляют полимером они повышают прочность и жесткость полимера снижает его себестоимость в качестве наполнителей могут быть стеклянные волокна опилки цементная пыль бумага асбист поэтому такие пластмассы как например полиэтилен поливинилхлорид полистирол фенолформальдегидные широко применяются в различных отраслях промышленности сельского хозяйства медицине культуре и быту волокна это вырабатываемый из природных или синтетических полимеров длинные гибкие нити из которых изготавливается пряжа и другие текстильные изделия волокна подразделяются на природные и химические бывают натуральные вот природные то и есть натуральные это натуральные материалы животного происхождения например хлопок ли он химические волокна получают путем химической переработки природных прежде всего целлюлозы или синтетических полимеров химическим волокнам относятся вискозные ацетатные волокна а также капрон нейлон лавсан и многие другие и так мы с вами рассмотрели полимеры то есть как высокомолекулярное соединение строение полимеров и виды полимеров давайте теперь с вами напишем химический диктант для того чтобы написать химический диктант я вам приготовила два варианта диктанта вариант 1 допиши определение полимеры это соединение молекулы которых состоят из множества повторяющихся одинаковых вы здесь должны написать два предложения и второе реакция это химический процесс соединения множества молекул мономеров в крупные молекулы полимеров по форме макро молекулы полиэтилена является значит где пропущенные слова вы должны написать и пожалуйста подумайте какие предложения какие слова можно написать в данном диктанте и так проверяем наши знания и так допиши определение полимеры это высокомолекулярные соединения молекулы которых состоят из множества повторяющихся одинаковых мономерных звеньев реакции полимеризации это химический процесс соединения множества молекул мономеров в крупные молекулы полимеров по форме макро молекулы полиэтилена является линейным полимером и так после проверки ваших знаний можете запомнить эти определения и написать ваших тетрадях эти записи основные выводы полимеры классифицируют по составу основной цепи по форме макро молекул по происхождению по способу получения по отношению к нагреванию по этим классификациям мы с вами рассмотрели основные понятия какие бывают полимеры второй вывод это свойство полимеров зависит от строения и формы макро молекул высокой молекулярной массы итак для проверки ваших знаний я вам предлагаю тесты чтобы написать ответ для этих тестов вы должны внимательно прочитать вопросы и сделать записи в тетрадях то есть ответы в тетрадях первый вопрос лавсан получают полимеризации тиленгликоля или терифталевой кислоты ответ поясните и напишите 2 волокно нейтрон внешне похоже на шерсть третье полимеризация это процесс соединения одинаковых молекул мономеров молекулы полимеров протекающих за счет разрывов кратных связей если вы считаете что ответ правильный значит вы в тетрадях пишите это же определение если ответ считаете неправильным то пожалуйста предложите ваши свои ответы четвертый вопрос целью получения ацетатного волокна целлюлозу обрабатывают адипиновой кислотой в смеси с другими реагентами ответ напишите пожалуйста по источникам по изучению темы полимеры 5 шелковое волокно относится к волокнам растительного происхождения подумайте внимательно и пожалуйста если информации недостаточно можете поискать в интернете ваших учебниках или в других учебных пособиях в энциклопедиях например шестой вопрос поливинил хлорид это линейный полимер получаемой реакции полимеризации производного этилена в котором все атомы водорода замещены на атомы хлора посчитайте этот вопрос правильно также пожалуйста проделывайте правильное действие седьмой вопрос волокна изготавливают из химически модифицированных природных полимеров называют синтетическими восьмой вопрос нейлон полиамидное волокно который получает поликонденсации гексаметиллен диамина и адипиновой кислоты девятый вопрос высокомолекулярные соединения растворяются в воде и органических растворителях ответ подтвердите правильным объяснением десятый вопрос мономера это низко молекулярные вещества из которых образуются молекулы полимеров и так в этих вопросах вы должны дать правильные ответы если вы правильно ответили на вопросы поставьте пожалуйста самооценку то и по каждому вопросу по одному плюсу и вы набираете 10 баллов если вы неправильно ответите значит вы проверьте свои знания значит на хоть находив ответы на данные вопросы по тестам и так мы с вами закончили изучение темы полимеры до свидания